Ребята, всем привет! Я обещала сделать распаковку книг по фэшн-иллюстрации, которые я приобрела в Петербурге, в Эрмитаже и в доме книги Зингер, но я решила сделать для вас более полезное, более информативное видео, которое вы можете использовать для того, чтобы приобрести для себя определенные книги и получить из них определенную пользу. Все книги я поделила на четыре типа. По этим типам вы можете формировать свою библиотеку, либо в электронном виде, либо в бумажном, это не так важно, но эти четыре типа книг позволяют наиболее полноценно получить для себя информацию. Здесь я сделала подборку книг, которые было бы полезно знать каждому фэшн-иллюстратору. Первый тип книг, который мы с вами рассмотрим, это книги-портфолио или книги-заборники работы. То есть книги-портфолио это те книги, в которых определенный иллюстратор размещает только свои работы, и вы смотрите и учитесь приемам именно работ именно этого иллюстратора. Но, как правило, каждый профессиональный иллюстратор использует разные техники и приемы, которые вы можете для себя подсмотреть и использовать уже в своих работах. Это уникальное наглядное пособие, они обычно продаются в больших форматах, и их удобнее рассматривать, анализировать, чем картинки, которые мы видим в сжатом формате в интернете. Поэтому книгу в бумажном виде, ее просто приятно иметь в своей библиотеке. Следующий тип книг, который относится к этому же блоку, это каталоги. В каталоге обычно публикуются работы нескольких иллюстраторов, и такие каталоги публикуют различные издания, рекламные агентства, которые именно специализируются на иллюстрациях. Также это бывают галереи, которые формируют какие-то выставки и тоже делают такие каталоги для того, чтобы их распространять. Каждый тип мы с вами рассмотрим отдельно, а потом в конце видео я еще вам дам такой лайфхак, где можно скачать некоторые книги бесплатно, для того, чтобы иметь доступ вот к этому, к этим информативным ресурсам. Следующий тип книг, это методические или учебные пособия, в которых подана информация о том, как рисовать, как использовать различные техники и приемы. Следующий блок, это книги, бизнес и таланты. В этом блоке я выделила несколько книг, которые будут полезны для того, чтобы в принципе построить карьеру фэшн-иллюстратора или иллюстратора. В этом блоке собрана вся информация, которая будет полезна именно для построения карьеры. И четвертый блок, это блок искусства, который тоже неотделим от нашей профессии и который тоже необходимо знать. И теперь давайте с вами пройдемся по каждому блоку более подробно. Начнем мы с книг, с раздела портфолио и каталоги и начнем с книг портфолио. Книги портфолио, это книги, в которых определенный иллюстратор, как я уже говорила, размещает свои работы. Это не обязательно может быть просто сборка работ, это могут быть тематические какие-то книги, такие, например, как делает Меган Хесс, где она размещает, на примере книги Ведрес, она размещает платье, она рисует его в своей интерпретации, в своей стилизации. И сбоку мы видим небольшую информацию об этом платье, об этом бренде, и это такого рода тематическое. То есть, с одной стороны, это работа одного автора, ее видение, и с другой стороны, эта книга также несет некоторую информацию. Например, книга Марка Антонио Куалуна, это сборник его работ. В этом сборнике представлены только его иллюстрации, но, опять же, в них есть и городская среда, в них есть портреты. В этой книге есть множество приемов, которые полезно подчеркнуть, посмотреть какие-то интересные для себя приемы. В качестве примера мы можем посмотреть книгу «Диор Байманс Густавсон». Это книга, в которой собрана в стилизации Матса Густавсона, «Одежда Диор». Эта книга делалась по заказу Диор, и он является официальным иллюстратором дома Диор, и у него свой интересный, уникальный стиль. И вроде бы, с одной стороны, это книга портфолио его работ, а с другой стороны, это интерпретация одежды Диор. То есть, вот такого формата книги, они тоже полезны, и их нужно учиться смотреть, потому что так у вас вырабатывается свое видение, свой вкус. Где-то вам понравилось одно, где-то понравилось другое. Если вы умеете это комбинировать, то у вас получится самая интересная интерпретация. Следующий раздел из этого блока — это каталоги. Каталоги обычно публикуют издательства, рекламные агентства, которые специализируются именно на иллюстрации, которые работают с иллюстрацией. Это могут быть также и галереи. Эти издания обычно обращаются к иллюстраторам с предложением о публикации их работ. Это услуга платная, и она обычно начинается от 500 долларов. Но в ней есть свои плюсы, потому что вы получаете возможность быть увиденным потенциальным клиентом, так как эти издания и рекламные агентства, они этот каталог распространяют среди людей, которые могут заинтересоваться в вашей работе. И тем самым агентство может получить заказ, и вы можете тоже получить заказ напрямую или через агентство. И тем самым здесь такое обоюдное выигрышное сотрудничество. Есть такие сообщества, как новое сообщество Афида, которое развивается хорошо не только в плане просто такой благотворительности для фэшн-иллюстраторов, но и хорошо имеет хорошую коммерческую составляющую, потому что все конкурсы проводятся платно, публикация в их каталоге тоже платная, но плюс в том, что любой желающий может... Здесь нет такой выборки, когда издатель сам выбирает тех или иных иллюстраторов, которые определенный профессиональный уровень иллюстрации именно для этого каталога. Здесь любой иллюстратор может оплатить и иметь такую возможность быть опубликованным в этом сборнике. То есть здесь плюс доступность. И также я хочу привести еще пример галереи, хэс-галереи. Они тоже делали недавно выставку онлайн, фэшн-иллюстрации, и в этом каталоге есть мои работы. Он достаточно доступный, и в нем они сделали его бесплатно, и галереи тоже распространяют такие каталоги, такие материалы. Сегодня я хочу, чтобы мы с вами сделали распаковку тех книг, именно каталогов, которые я приобрела в Эрмитаже, для того, чтобы просто иметь красивый иллюстративный материал, для того, чтобы вдохновляться, для того, чтобы, может быть, посмотреть для себя какие-то новые приемы. Я постоянно учусь, и не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что нужно постоянно подпитывать свое творческое видение новыми приемами, новыми техниками, через глаза питать себя красотой, для того, чтобы передавать ее на бумаги. Сейчас я буду снимать распаковку книги, которую я купила в Эрмитаже. Эта книга издана не в этом году, но все равно я хотела иметь эту книгу в библиотеке, потому что здесь собраны различные примеры работ разных иллюстраторов. Очень красиво оформлено, качественно. Эта книга издания Ташен. Они издают, в принципе, очень качественную, хорошую литературу. Книга на английском языке, и для меня будет очень полезно. Цветные страницы очень красиво. И здесь уже рассматриваются работы каждого иллюстратора. Здесь на одной странице приводится работа иллюстратора, и здесь уже дано его описание, его история, и какие-то мы видим цитаты, фразы. Здесь собраны не только фэшн иллюстрации, здесь иллюстраторы, в принципе, 100 самых лучших иллюстраторов мира. Здесь указан их инстаграм, указан их сайт, и я думаю, что это очень полезная и интересная книга. Очень красивая работа, и очень интересная сразу вижу техника и приемы, которые прямо хочется попробовать. Отзыв на данную книгу я оставлю в своем телеграм-канале, так что обязательно подписывайтесь и следите за новостями. И сейчас мы с вами переходим к рассмотрению еще одной книги. Все книги продаются в упаковке, и это очень классно. Эта книга уже в маленьком формате, это даже не 4, чуть меньше формат. Здесь мы видим иллюстрацию с обложки ВОК. Если вы хотите отдельный обзор, видеообзор на эти книги, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, и я сделаю прямо отдельное видео и напишу о фэшн-иллюстраторах, которые мне понравились, которые есть в этих книгах, потому что здесь собраны, в принципе, работы разных иллюстраторов, но если вы хотите подборку фэшн, то есть в этом доме. Следующий блок, о котором мы с вами переходим, это методические или учебные пособия. И если первый блок, когда мы говорим о каталогах и портфолиах, которые нам показывают, что рисуют, что рисовать, то этот блок отвечает на вопрос «как». То есть здесь мы можем, мы задаемся таким вопросом, как нарисовать фигуру, как нарисовать, как сделать построение, как нарисовать в той или иной технике портрет, и вот в этом блоке, книги, которые содержатся в этом блоке, они зачастую отвечают на эти вопросы. Конечно, здесь спектр книг в художественном плане, он очень большой, и никому не составит труда найти какие-то определенные книги в интернете. Но если мы говорим с вами про фэшн иллюстрацию, то я бы хотела посоветовать книгу Билла Донована, которая тоже является официальным иллюстратором дома Диор, очень талантливым преподавателем и человеком, который тоже имеет свой уникальный стиль, свое уникальное видение. Плюс этой книги заключается в том, что автор учит не копировать чужой стиль, автор учит именно иметь свое видение, работать с отрицательным пространством, работать с коллажом, работать с различными приемами и развивать свое видение искусства. И вот это я считаю очень важным, и на своих курсах я учу именно тому, чтобы человек развивал свое видение, не копировал чужие работы, не стремился стать кем-то, кто уже имеет свой стиль, а именно развивал свои сильные стороны и развивал свою уникальность. Кроме того, для этого раздела справедливо будут хорошие книги, которые не только показывают что-то относительно фэшн иллюстрации, но и книги, которые показывают различные техники. Таких книг сейчас достаточно много, я с вами хочу поделиться книгой, которая сейчас переведена на русский язык. Эта книга рисуем портреты в разных техниках, и сейчас мы с вами посмотрим ее более подробно. Здесь собраны приемы именно подачи портретов в разных техниках. Эта книга переведена на русский язык, и она очень доступная по цене, и здесь можно найти разные приемы, которые можно в том числе использовать именно и для иллюстрации. И мы переходим к с вами следующему блоку, это блок карьера, бизнес и талант. Это блок, в который я собрала, который тоже можно поделить на подблоки, но для того, чтобы нам не делать это видео таким растянутым, я отнесла сюда несколько книг, которые могут быть вам очень полезны для развития своей карьеры, для постановки новых целей. И здесь две книги, которыми делятся профессиональные иллюстраторы, которые очень популярны. Это книги Натальи Радковской, профессии иллюстратор, и есть множество книг Яны Франк, но одна из них это тайное знание коммерческого иллюстратора. Также я сюда отнесла книгу Алина Ганнета «Как зарабатывать на своих способностях». Эта книга содержит много вдохновляющих примеров, но один из этих примеров рассказывается о художнике, который прошел очень трудный путь, который рисовал каждый день, несмотря на то, что у него были проблемы с работой, были проблемы в семье и так далее, но он все равно преодолел этот путь, он нашел в себе силы, и сейчас он стал успешным художником, у него есть своя академия, и эта история очень показательна, и несмотря на то, что она кажется со стороны легкой, несмотря на то, что любая картинка, которую мы смотрим в интернете, нам кажется легкой, на самом деле в это вложен колоссальный труд, и это нужно понимать. Я еще раз приведу пример аналогию со спортом, потому что когда мы видим с вами какой-то очень сложный прыжок на льду, который нам кажется, что сделан очень легко, и который дался, кажется, легко, но за этим прыжком стоят годы тренировок, и за этим прыжком стоят уйма времени и сил, которые потратил человек для того, чтобы сделать это легко и красиво. И если вы хотите тоже рисовать легко и красиво, хотите зарабатывать на этом, хотите развиваться, хотите быть успешным, то, естественно, на это нужно тратить время. В этот блок я внесла еще две книги, одна книга немецкого автора Франка Берцпаха, это книга о практике и воссознанности в творчестве, и книгу Эллен Лангер, это ведущий психолог Гарвардского университета, она рассказывает о том, как раскрыть свой творческий потенциал. Такие книги я советую читать в качестве мотивации, потому что у всех у нас бывают периоды, когда мы израсходуем свои идеи, когда мы эмоционально выгораем, когда наступает какая-то депрессия и так далее. И нам просто не хочется даже прикасаться к бумаге, потому что наступает такой период, когда организму просто необходимо возобновить свои ресурсы, или мозгу возобновить свои ресурсы, как-то напитаться идеями. И такие периоды бывают у всех и у каждого, поэтому не нужно думать, что вы такой один, что у вас страдает, и что с вами что-то не так. И нужно просто в этот период отвлекаться на другую деятельность для того, чтобы организм быстрее восстановился. И вот такие книги я советую в такие периоды читать, потому что они действительно поднимают настроение, дают какой-то подъем и дают какое-то душевное наполнение для того, чтобы двигаться вперед. Я пишу отзывы в телеграм-канале, в своем телеграм-канале. Я оставлю ссылку на него ниже, подписывайтесь. Если вы хотите быть в курсе всегда каких-то новинок книг, какой-то интересной информации, именно относительно фэшн-иллюстрации и вообще полезных каких-то ресурсов, курсов, конкурсов. И последний блок, который мы с вами рассмотрим, это блок искусства. И сюда я отнесла такие книги, как Дэвид Хокни, это история картин, книга Измы, в которой показаны разные стилистики. Казалось бы, да, что зачем иллюстратору знать такие книги. Но на самом деле, если мы работаем с вами с модой, если мы работаем с какой-то вот такой роскошью, красотой, то это нужно знать для того, чтобы питать свою насмотренность, для того, чтобы это видеть, чувствовать и для того, чтобы это передавать своей интерпретации. Читая такие книги, вы становитесь не только более образованным, но вы становитесь богаче в плане того, что вы знаете какие-то такие красивые вещи, красивые приемы и вырабатываете чувство стиля и красоты именно для своего творчества. Также я вам покажу сейчас ресурс, на котором можно скачать книги бесплатно, потому что не все могут позволить себе такие книги, они достаточно дорогие, но вы можете использовать эти книги, даже если вы рисуете на iPad, вы можете закачать себе на iPad и вечером читать какие-то книги, которые полезны именно фэшн-иллюстратору. Но помните, что ничего не произойдет, если вы не будете двигаться к своим целям. Только результат мы получаем через действие. Если вам нравятся видео такого формата, если вы хотите видеть больше таких видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь и оставляйте комментарии, на какие бы темы вы хотели бы видеть следующее видео, чтобы помочь мне сделать для вас более информативный ресурс, более полезный канал, и я с радостью подготовлю такие видео. Благодарю вас. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok